У нас смена категории на сцене. Это фитнес-бикини, юниорки. Юниорки до 23 лет. И насколько я понимаю, это ростовая категория до 166 сантиметров, верно? Вы знаете, вот смотрю, у меня... Да, наверное, потому что здесь у меня на списке не отмечены категории, но, судя по всему, у меня их две. Да, и это 166. До 166. Совершенно. Судя по количеству участников, это именно до 166. Ну и по логике, конечно. Первый выходит категория до 166 сантиметров. Это молодые девушки до 23 лет. Они соревнуются сегодня между собой. Категории женщин в фитнес-бикини соревнуются завтра. Если честно, я не знаю по регламенту, сколько девушек, вошедших в топ в юниорках, переходит в категорию женщин? Тоже не могу сказать, но... Возможно, трое. Ну, мне кажется, должно быть больше. Больше? Мне кажется, должно быть больше. На чемятах России уж всяко там, по-моему, человек 6 переходит. Топ-6, возможно, топ-6, да. Ну вот еще не все, не все подошли. Очень трудно бывает собрать девушек за сценой. Ой, фитнес-бикини моя любимая категория. У меня аж сердце замирает. Ну что ж, посмотрим. Давайте посмотрим эту категорию. Попытаемся прокомментировать. Здесь важно просто все. Важен каждый сантиметр тела в оценке формы и пропорции. Важен каждый шаг на сцене в оценке индивидуального дефиле и позирования в линейке. Каждый взгляд, каждый поворот, каждое движение руками. Это все играет решающую роль в момент, когда ты выходишь на сцену. Заметили, что некоторые совершают ошибку по правилам соревнований, да, опора на одну ногу. И вот не все это выполняют. За это, кстати, снижаются оценки. На чемпионатах Европы и мира прям на сцене приподходит судья при участниках к тем спортсменкам, которые нарушают это правило, загораживают собою спортсменку до тех пор, пока она не примет верное положение тела. На самом деле уже, мне кажется, года два, как есть четкое, вот это прописанное правило в регламенте. Но, тем не менее, все еще не все девушки стоят с опорой на одну ногу. Презентация, индивидуальная презентация. Кияма Ваюлия открывает данную номинацию, номинацию фитнес-бикини в Нью-Йорке до 166 сантиметров. Не стоит поворачивать голову в задней позиции. И хочу сказать о том, что предпочтительнее, если в основных позициях будет четкая фиксация тела. Для того, чтобы судьи могли оценить пропорции и кондиции спортсменки. Ну да, не стоит очень быстро крутиться, успеть показать все за короткое время. Необходимо зафиксировать фронтальную позицию, затем сделать плавный переход. Все это с улыбкой, с легкостью. Есть также определенные требования к индивидуальному дефиле. Необходимо их соблюдать. Несмотря на то, что это, так скажем, индивидуальная презентация, которая называется свободным позированием, тем не менее, есть определенные требования. Тоже ошибка. Необходимо смотреть на судей в момент, когда ты выходишь, когда ты уходишь. Единственный момент, когда ты можешь не смотреть на судей, это когда ты поворачиваешься в заднюю позицию. Вот, кстати, не кажется, что чуть-чуть мышечная для юниорки. Мышечная для юниорки, согласна с вами. Это просто спортсменка из Новосибирска. Я уже как бы говорил с ней, говорю, наверное, может быть, лучше рассмотреть категорию в будущем бодифитнес. Это прям хороший такой бодифитнес, я согласна с вами. Данные очень хорошие для бодифитнеса. Но, думаю, может быть, смогу убедить. Следующая спортсменка из Красноярского края. Назарова Марина. Да, ну не должно быть излишней мышленности. Особенно делали, даже на судейское замечание, особенно у юниорок. Согласен. Ну, заметили, да, разная подготовка у спортсменок этой категории. На разный уровень подготовки и очень разные у них кондиции у каждой. Судям будет достаточно непросто распределить места. Я думаю, у лидеров они сразу увидят. И вот видно, да. Сейчас посмотрим. Ну, вот, на мой взгляд, да, неплохая девочка. Сразу видно, что девушка хорошо подготовлена, держит контакт. Это то, о чем я говорю. Зрительный контакт с судьями. Плавные переходы, красивые, уверенные движения. Да, и со спины, в общем-то, смотрится достаточно хорошо. Достойная участница, безусловно. Вот скованно. И, да, даже движения скованы. И чувствуется напряженность. Чувствуется напряженность, действительно. Ну, и форма, скажем так, оставляет желать лучшего. Еще, видимо, готовится и готовится. На самом деле, в этом особенность коммерческих турниров. Она заключается в том, что возможность выйти и поучаствовать имеют все спортсмены. Нет отбора определенного. Так как, например, на чемпионат России можно только отобраться на своем региональном чемпионате. Ну, и еще давайте заметим, что это первый турнир в этом сезоне. Да, и кто делает ставку на, допустим, тот же Кубок России, конечно, им очень сложно. Да, в этом нет, наверное, смысла выходить на коммерческом турнире в начале марта, если, например, у тебя чемпионат Европы запланирован на начало мая. Ну, конечно, конечно. Это вот моя ситуация в прошлом году. Я не стала выходить на Сибириан Пауэршоу, потому что у меня был основной старт чемпионат России в апреле и затем Европы в мае. Ну, каждый выбирает себе приоритеты, расставляет, да, где он будет участвовать, к чему будет готовиться, где будет делать пик формы. Но, тем не менее, я хочу сказать, что все же, если ты принимаешь решение выйти на турнир, необходимо подвести форму для того, чтобы выглядеть на сцене достойно. В другом случае я не вижу смысла выходить. Ну, да, как-то неохота запоминаться очень, не в хорошей форме, да, запомниться и судьям, и зрителям. Да, с другой стороны, существует еще у спортсменов такая позиция, что выйти для того, чтобы посмотреть на себя со стороны, для того, чтобы отметить какие-то недочеты, чтобы к главному старту их исправить. Есть, да, есть такая позиция. Они не ставят перед собой высокие цели, допустим, на данный турнир, но им надо, как бы, немножко пристреляться. Посмотреть на себя со стороны, да, попробовать сцену. Ну, может быть, в этом какая-то логика действительно есть, в общем-то. Но все-таки я за то, чтобы выходить в форме, да? Готовым. Ну, это, знаете, скажу так, это позиция уже, скажем так, опытного и уже спортсменов, которые действительно занимали высокие места. Им просто не хочется показывать себя, ну, хуже. Да, я согласна с вами. А те, кто, допустим, еще только пробует, дебютирует, им, в общем-то, может быть, действительно есть смысл пройти по всем турнирам. Каждый турнир – это все-таки опыт. Все верно, да, абсолютно верно. Самое главное – от турнира к турниру, от сцены к сцене становиться только лучше. Это беспрерывная работа над собой. Здесь не может быть предела совершенству, это правда. Это именно о нашем спорте. Здесь предела совершенству нет. Ну, вот первая девочка тоже совсем ничего, да? Да, это будет топ, это однозначно. Да, я согласна с вами по поводу номер 338, мне кажется, это уже прям готовый боди-фитнес. Ну, вот, да. Тем более, учитывая, что она юниорка, ну, в общем-то, если ее, может быть, еще даже чуть-чуть сушить, и, я кажется, вот как раз для юниорок. Возможно, даже в этом сезоне можно выходить в боди-фитнесе. Я знаю много, очень много таких примеров спортсменов, которые начинали с фитнес-бикини, достаточно быстро понимали о том, что стоит сменять категорию, и далее выступали уже в боди-фитнесе намного более успешно, чем их были результаты в фитнес-бикини. Все-таки это совсем разные пропорции. А я вот знаю примеры, когда, наоборот, из боди-фитнеса уходили в бикини и тоже, в общем-то, занимали. Интересно, я, честно, таких случаев не знаю. Любопытно. Ну, а вот, по-моему, Татьяна Волоси, она же выходила в боди-фитнесе, и потом выходила в бикини, и снова в боди-фитнесе. Ну, вот видите, вот вам пример, когда... Я знаю, когда, допустим, из топов женского фитнеса, потом уходили в бикини и добивались успеха. Вот Яна Кащеева такая, она мастер спорта международного класса была еще по фитнесу, и потом ушла в бикини, и, собственно говоря, тоже неплохие успехи были. Так что переходят девушки, переходят. Ну, тут надо смотреть, да, действительно, к чему ты больше склонен, к чему ты больше склонна. Тут есть, тут есть, как говорится, поле для экспериментов. Тело – это вообще скульптура, которую можно ваять. Ну, что ж, посмотрим. Сейчас мы узнаем лидера категории юниорки фитнес-бикини до 166 сантиметров. Ну, в общем-то, да, как мы вот и думали. Их немного, они сразу были видны по качеству своей подготовки. Это да. Хорошо девушка работает, улыбается. На мой взгляд, номер 341 лидер категории. Вот сейчас боеплечики бы слегка опустить, не было бы совсем хорошо. Это мой любимый момент, на самом деле. Перешаг вперед, да? Перешаг вперед – это просто завораживающее зрелище. Мне кажется, это сделано для того, чтобы увидеть, насколько действительно ягодицы… Проработано, да. Потому что в позиции они ставятся определенным образом, а когда идет движение… Наступает момент истины. Наступает момент истины, верно. Есть там студия. Она самая маленькая в категории, такая, по росту, да? Да, малышечка. 341 лидер. Я напомню, что соревнования в категории фитнес-бикини женщины будут проходить завтра. Сегодня мы сможем смотреть только на юниорок и мастеров. Ну, некоторых из юниорок и мастеров мы увидим и завтра. Кроме того, лидеров. Они будут в ростовые категории женщин. На самом деле категория бикини-мастера – это тоже моя отдельная любовь. Эти женщины просто меня восхищают, действительно. Потому что все же, когда мы говорим о более молодом возрасте, это более, так скажем, легкая работа над собой. Ну да, после 30-ти сложнее менять себя. Это факт. Это факт. И те девушки, которые это делают, они действительно лично с моей стороны заслуживают отдельного восхищения. И, кстати, очень неплохие есть спортсменки в этой категории, в категории фитнес-бикини-мастера. Моя любимая Ксения Олейник, например. Это просто вообще потрясающая женщина. Невероятная. На этом турнире она у нас в качестве гостей. На сцене мы ее не увидим. Судьи говорят о том, что необходимо перенести вес тела на одну ногу. Но, судя по участницам, девушка по центру не совсем понимает, что от нее хотят. Поэтому, девушки, если сейчас есть те, кто слушает нашу трансляцию, пожалуйста, уделяйте особое внимание позированию. Иначе весь тот путь, который вы проходите на подготовке к сцене, не будет оценен по достоинству, если у вас есть ошибки в основных позициях. Ну что ж, напоминаю, что перед нами категория фитнес-бикини юниорки до 23 лет. Рост свыше 166 сантиметров. Все, сравнение в этой категории завершилось. Судям остается только его лишь вынести вердикт. И определить победителей и призеров сегодняшнего турнира Siberian Power Show в 2020. В городе Красноярске. Здесь сегодня 8 марта. Еще раз с праздником вас, дорогие женщины. Очень, как я уже сказал, хотелось бы, чтобы вы все заняли первое место. Чтобы здесь все, кто выступает, стали чемпионками. Но, увы, это соревнование, это спортивное шоу. И победительницей становится только одна в категории. И я прошу одновременно девушку оптимизминской губного пиктурия номер 340 кулак. Оптимизминка. Оптимизминка. Мигель. Восьмое место. Яченко. Марина. Мария, потому что в отношении номер 340. Седьмое место. Дубай, Валерийна. Седьмое место. Дубай, Валерийна. Это 343. И шестерка. Финалисты у нас на сцене. Шестое место. Понимаешь, четверо. Я номер 338. Дубай, Валерийна. Пятое место. Анастасия, номер 330. Четырехтое место. Решение судей. Остается Екатерина Кирникова, номер 340. Продолжение. Брусовая медаль отправляется в Томскую область. Кристина. Примак, номер 341. И я прошу тех, кто еще принадлежит, передавайте серединку, чтобы вы видели ваши эмоции. Какая-то там волнуетесь. Да? Переживайте. Не про это. Сумма баллов очень небольшая. Да, не большая. Сумма баллов. Сумма баллов. Сумма баллов. Сумма баллов. Второе и первое место. Серебряная медаль. Опыт и тепло. Отправляется... Киберская область. Юлия Кудамасова, номер 346. Поверясь. Ну а золотую медаль, дипломный кубок, наверное, мороженое после скамеройки, получит Юлия Киньямов. Киберская область. Киберская область номер 336. Сумма баллов 5. Единогласное решение суды. Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо!